Хишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Сабнатику, и в данный момент у меня много всего нового произошло, всё я делал за кадром, и в принципе давайте я вам покажу, что это было. Во-первых, я, ребята, сделал себе новый костюм, дистилляционный костюм, который добавляет мне воды в мой инвентарь с какой-то очерёдностью, то есть через какое-то время у меня будет влага моего тела перерабатываться в воду и добавляться в инвентарь. Также создал себе ребризёр, который мне в данный момент помогает дышать лучше, то есть если я пойду к Авроре, мне придётся одевать противорадиационный костюм, потому что там радиация высокая. Если я не пойду к Авроре, а пойду в другие места, то такие костюмы мне не нужны. Вот так вот это всё работает. Помимо этого, я, ребята, создал себе другие ласты, ласты-зарядка. Ласты-зарядка позволяют мне брать, к примеру, вот этот вот инструмент ремонтный, плавать, и смотрите вниз экрана, что у меня происходит с моим зарядом энергии. Он подзаряжается. Это действительно офигенно, это действительно просто, это действительно круто. Помимо этого, ребята, я изменил немножко Краба и добавил ему новую модификацию. Краб теперь действительно похож на Краба, теперь он красного цвета. И я его назвал Примитей. Если вам не нравится название... Ой, простите, не хотел заходить. То можете писать свои варианты в комментариях, и мы обязательно выберем какой-нибудь из ваших. Так что давайте, давайте, но пока что он будет Примитей. Ладно, это игра слов. Ну, в принципе... Окей, чиним Краба. И Примитей... Так, подождите. Здесь у него ничего нету. Ну, смотрите, что за улучшение я ему поставил. У него есть усиление корпуса. Специально скрафтил, чтобы немножко посильнее он был. У него есть улучшение реактивного ранца. Тоже офигенная тема. И также у него есть модуль хранилища. Две штуки. Было три штуки, я один заменил на улучшение реактивного ранца, который стоит, ребята, очень-очень много. Примитей... Это игра слов. Примитей и примитив. Да. Примитивная, типа, технология. Окей. Ладно. И, в общем-то, нам сегодня с вами нужно будет кое-что другое скрафтить. Тоже для этого же Краба. Я сейчас покажу, что. Нужно будет скрафтить... Вот эту штуку. Модуль глубины погружения. Нам нужна никелевая руда, нужна рубины и пластелевый слиток. Только единственное, что сложно здесь будет взять, это пластелевый слиток. Потому что он крафтится из многих ресурсов. То есть нужно будет сейчас их смотреть, искать. Может быть, у меня чего-то будет не хватать. Так, титановый слиток, литий. Нам нужно 10 титана. Вроде бы титан у меня был. Давайте сплаваем наверх. Посмотрим. И сегодня мы, видимо, пойдем погружаться, ребят, с вами, в места, где живут инопланетяне. Посмотрим, есть ли там что-нибудь. Нету здесь, ребят, у нас ничего. Пойдемте собирать металлолом. Да! Помимо этого, ребята, еще кое-что изменил. Смотрите, что у меня здесь растет. Посмотрите на это. Во-первых, первая грядка у меня с грязевыми гелеобразными, точнее, мешочками гелеобразными. Также я набрал глубинных грибов. Они нужны для крафтов. Пускай здесь, в принципе, и стоят. Там инвентарями занимать тоже, в принципе, не имеет смысла. Чтобы их собрать, нужно просто подойти и взять. Если я хочу собрать семена этого гриба, то нужно взять нож и ударить. Все, никаких проблем. Мне сейчас дали воду из костюма, вот этого дистиллиционного. Это выглядит он вот так вот. То есть он дает минус 3 воды, но при этом дает плюс 20. Минус 3 еды и плюс 20 воды. Все, действительно круто. Это масляная водоросль. Она нам будет давать вот такую вот штуку, если кому интересно. Не такую. А, я их использовал. В общем, эта штука нужна для того, чтобы... Водоросль это... Для того, чтобы крафтить бензол. Тоже будем с этим всем разбираться. Так. Давайте искать титан. Нам сейчас нужно за металлоломом сгонять. Значит, гоняем. Мотылька мы потеряли в прошлой серии. Мотылек у нас знаете, где находится? Вот он. Он находится за текстурами. На 1636 метров от меня. Мотылька мы больше не увидим, к сожалению. Было бы, конечно, круто. Но уже ничего не поделаешь. Ищем сейчас металлолом. Перерабатываем его в титан. И используем это в качестве... Того, чтобы сделать пластелевый слиток. Так. Ну, как всегда, когда вы его ищите, он не будет попадаться вам на пути. Это, в принципе, закон подлости. Но у этих засранцев должен быть металлолом. У сталкеров. Нету? Это что? Это зуб сталкер, мне он не нужен. Дайте мне металлолома немножко. Что он так... Что вы такие жадные? Вообще не вижу ни одного кусочка. Это вообще возможно такое? Ладно, вижу. Целых два. По цене одного. А, вот еще. Начал попадаться металлолом. Аллилуйя. Так, вот металлолом. Видимо, здесь какая-то зона спауна металлолома. Потому что до этого ни одна штука даже не попадалась. А, все. Больше не могу, да? Ну, если я выпью воду... Ладно, давайте выпьем. То смогу еще одну штуку взять. Все, поплыли обратно. У меня, в общем-то, сейчас называется... Имеет название два моих... Транспортных средствах. Где он? Циклоп у нас называется... А где он? Я чуть не могу его найти. А, вон он. Циклоп называется Татаник. А краб называется Примитей. Но рано или поздно мы в любом случае переназовем их так, как хотите вы. Так, как вы будете писать в комментариях. Один из комментариев все-таки я выберу и переназову. Пока не знаю какой, так что дерзайте. Окей. Плывем. Плывем, плывем, плывем. Сейчас нужно будет... Теперь микислорода, вы видите, насколько времени хватает? Намного дольше. То есть у меня за один... За одну шкалу эту... Забирается всего три кислорода. В отличие от того, как забирался раньше. Так. Раньше забирался много чаще. Нам нужно скрафтить сейчас эту штуку. Модуль погружения. И мы сможем на крабе погружаться вообще на невероятные... Глубины. Окей. Также можно будет что-нибудь еще скрафтить, ребят. Это сто процентов. Потому что у нас сейчас всяких ресурсов, которые позволяют нам это сделать, очень много. Так, крафтим титановый слиток. Готово. И два лития нам нужно. Литий у нас весь здесь. Раз, два. Готово. Чпоньк и чпоньк. Готовенько. Там рубины нужны были, я не помню, вроде бы две штуки. И что-то еще. Вроде бы литий. Давайте рубины возьмем. Раз, два. И литий штуки четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Вроде бы там около этого количества. Все. Нет, не то. Тогда что нужно? А, никелевая руда нужна, а не литий. Точно. Никелевую руду мы тоже, ребят, собрали за кадром. Как раз таки все там же. Мы собрали кристаллическую серу там. Кристалл Настурана там же. И никелевую руду почти недалеко оттуда. Вот такие вот дела. То есть по ресурсам мы действительно сейчас более-менее находимся наверху. То есть хорошо устроились. Забираем эту фигню. Что же нам еще нужно, в принципе? Тепловой реактор костюма тоже крутая тема. Мы можем сейчас скрафтить полианилин, но кианин мы, к сожалению, скрафтить не можем. Было бы хорошо, если бы могли скрафтить. Почему нам нужна эта штука? Потому что в будущем мы будем спускаться на огромные глубины. А на огромных глубинах энергию будет сложно восстановить. И единственным вариантом, как раз таки, либо энергоячейки с собой постоянно таскать, да? Либо подзаряжаться от вулканов. Там, где будет очень тепло, он постоянно будет иметь максимальную зарядку. А там почти на нижних уровнях постоянно будет жарко. Так, забираем батарею, которая здесь зарядилась. Если у меня разряжена... А я теперь вообще не имею смысла таскать с собой батарейки, ребят. Сами подумайте, у меня все заряжается само по себе. Вы сами видели только что. То есть я беру с собой инструмент, к примеру, вот этот вот. Либо этот, либо любой другой. Плаваю с ним, и оно заряжается. Мотыль утонул? Да. Больше мы его, скорее всего, не увидим. Либо можно скрафтить новый. Что я не хочу делать. Так, окей, давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Модуль покружения 2 уже будет кианид у нас требовать. Кианид находится глубоко. Поэтому никак, никак мы его взять не можем по-быстрому. Так. Ботылька нам больше не нужно. Мы вроде бы, ребят, скрафтили все, что можно было скрафтить на данный момент. Из такого, что нужно нам. Так что я, в принципе, вижу смысл. Направляться вниз. Единственное, что мне сейчас не нравится, то, что у меня нет еды. Мне бы сейчас еды какой-нибудь. И, возможно, следует ее засолить. Ой, не туда залезаю. Нам нужно сюда. Вытаскиваем один модуль хранилища. И ставим сюда модуль глубины. Теперь глубина 1300 метров. Теперь мы можем погрузиться куда глубже, чем прошлый раз. Круто. То есть на 500 метров у нас повысилась глубина. Окей. Так, что мы делаем? Мы скидываем... Не сюда. Вот, кстати, я здесь все оставил. Здесь у меня ласты старые. Противорадиационный костюм и прочее. Так, скидываем сюда, значит, энерго... Не, энергия чайки надо оставлять. Соляную кислоту я не знаю. Пока что давайте скинем ее сюда. Батарейки две штуки. Я буду с собой таскать на всякий случай, на всякий пожарный. Модуль скидываем. Надо будет сейчас еды засолить. Так, ну ладно. Литий скинем туда, где он лежит. Сейчас переделаем титан. И скинем его в те ящики. И пойдем в глубокое приключение. Также надо будет сейчас посмотреть сообщения. Может быть у меня сообщения какие-то пришли. Так. Скидываем в ящики все. Весь титан. Действительно удобно. Действительно удобно вот так ходить. За... Как называется-то он? Металлоломом. Из металлолома уже крафтить. Вот эту фигню. Намного удобнее, чем по-другому как-то делать вообще. Помимо этого, ребята, где-то находится еще сломанная... Сломанный гигантский куб инопланетный, в который можно залезть. Я вот забыл, где он находится, и поэтому это немножко проблематично сейчас будет. Ну давайте наберем еды. А я не знаю, как набрать еды-то. Ладно, ее готовить нужно, чтобы засолить. Нужно ловить. Раз. Давайте, ладно. Ищем. Ищем, свищем. Два. Она будет немного жидкости забирать, эта еда. Но жидкости нам вроде бы хватает. Нам главное, чтобы сейчас еда была. Ну. Так. Таскать с собой эту гигантскую... Гигантские семена... Лукового дерева, это слишком жестко. Они слишком много занимают. Легче засолить рыбу. И спокойно есть соленую рыбу. Так же, да, сейчас возьмем скрижали, чтобы... Зайти в это инопланетный. Я как раз таки для этого и хотел туда пойти. В инопланетные штуки. Я думаю, что оранжевые одно скрижали нам будет мало на самом-то деле. Нужно будет еще как-то... Сколько-то скрижали брать. Их можно крафтить, я к этому веду. Подожди-ка, а что здесь две батарейки делают? Что вы здесь забыли? Скидываем две батарейки сюда. Энергоячейку. Можно, в принципе, вторую энергоячейку потом скрафтить. Не знаю, когда я это буду делать. Но можно. Так. И делаем соленую еду. Сколько схватит там? А ну-ка. У нас там кто-то вылупился. А, вон кто вылупился. Смотрите, маленький какой. Я застрял почему-то. Такой маленький вылупился, господи. Ну ладно, пускай он там плавает. Мне это... Мне особо интересно. Мне какие-нибудь большие рыбы интересны. Так, еще соль у меня была же. Вот сколько соли у меня. Так. Готовим. Давайте посмотрим, из чего делается оранжевая скрижаль. И попробуем сейчас ее скрафтить. Хотя бы одну штуку, если она недорого стоит. Она делается из ионных кубов. Это я точно помню. Так. Чпоньк. А где это? Непонятно. А, вот она крафтится где. Ионный куб, никелевая руда. Никелевые руды, ребят, мы натаскали. Так что давайте две штучки сделаем. И остальные ионные кубы с собой возьмем. Сколько она будет... То есть она всегда, да? Теперь будет соленая и можно в любой момент съесть. Смотрите, пескун восстанавливает 32 еды. 32. То есть пескуна ловит самое то. Все остальные не сильно восстанавливают. То есть пескуна, ребят, на следующий раз будем ловить. Берем 4 никелевые руды. Заходим сюда и делаем 2 скрижали. Так. И 2 ионных куба на всякий случай с собой возьмем. Все, я думаю нам хватит. По крайней мере надеюсь на это. Значит нужно попить. Вот такая вот очищенная вода мне дается, если кому было интересно. Пьем. Едим. И вперед. И вперед к приключениям. Тек. Теперь у меня, видите, такой красный крутой краб. И теперь у меня супер сильный этот, как же его называют-то, реактивный ранец у краба. Он действительно мне нравится. Тек. Нам еще далеко идти, так что можно. Здесь, конечно, не хватало бы какой-нибудь музыки в крабе. Почему не задумываются о музыке, да? Почему не задумываются о музыке в тех условиях, в которых они работают? То есть я бы взял музыку. Если бы я на таком крабе ходил. Так, окей, там тысяча метров, ребята. Вроде бы, точно не уверен, но вроде бы там где-то еще есть та самая штука, про которую я говорил. Вот этот вот куб сломанный. Так, скорость у нас достаточно. И плывем. Вчера дрался с этими химерами. Не знаю, так их назвать, не так, по-другому как-нибудь. Так, нам не сюда. Нам не сюда. Да! Нет! Ладно, почти. Восстанавливаем. Нам вроде бы не сюда. Вот с этими химерами дрался, вот таким вот образом. Ну, теперь невозможно. Как-то она подо мной находится. Подлетаем. Ну, ничего, починить любой момент можно. У нас энергии всегда бесконечное количество может быть. Так. А я не знаю, правильно я иду или нет. А, мы правильно шли так и так. Ну, окей. Потом нужно будет просто выбраться отсюда. Это довольно-таки проблематично все-таки. Возможно. Так, окей. Мы уже тут. Мы уже тут. Мы уже тут очки. Вот здесь как раз-таки я набрал вот этих вот штук, из которых крафтится бензол. Для того, чтобы эти деревья вырастить, нужно было вот такой вот одну... Шарик вот этот посадить оранжевый. Я, в принципе, это и сделал. Ой, ненавижу этих... Кальмаров, крабов. Так, ну мы пришли. Мы пришли по адресу. И здесь началась классная музыка страшная. Уходим, 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 уходим. Так. Мы идем в правильном направлении. Вот мы уже пришли в это вот место интересное. Здесь, в этой фигне, мы можем путешествовать, если кто не знал. Можем путешествовать на своем крабе. Но только на крабе. Если мы сюда заплывем... Сами, мы умрем. Может быть не сразу, но умрем. Так, окей. Спускаемся. Я не знаю, стоит ли что-нибудь здесь собирать. Серебряная руда. Есть еще серебряная руда. Давай серебряную руду соберем, потому что она у меня кончается. Пускай хоть немного мы ее возьмем. Так. Мы сейчас идем, ребята, в пещеру инопланетную. Не знаю, что там будет в конечном счете. Там должно быть интересно. Сейчас полностью собираем эту серебряную руду. И свалим. Свалим дальше. Мы же все-таки не за ней приходили. Но все-таки почему бы не собрать, пока она у нас на пути стоит. Так. Да, в зеленую штуку нельзя заходить, я про нее и говорил. В зеленую штуку, ребят, заходить нельзя. А в этой фигне можно плавать. Ну, в воде можно плавать. Главное, в зеленую. Не заходите. Так как ядовитые пары, в общем-то, давайте так их называть. Не знаю, правильно я иду, неправильно, но будем надеяться, что все правильно. Что мы идем в нужном направлении. Оп. На самом деле, похоже, как будто мы не туда куда-то идем. Да, очень сильно похоже, что мы пришли куда-то не туда. Здесь постоянно можно запутаться, но ладно. А, не, вроде бы... Не, 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 мы не туда пришли. Мы не туда пришли. Там где-то был другой поворот. Нам нужен другой поворот сначала. А потом сюда идти нужно будет. Так, давайте искать другой поворот. Оп. Нифига себе, мы упали. Не, это другой был, да. Это точно был другой поворот. Оп, поднимаемся. Так, цепляемся. С крюком, конечно, намного легче все это делается. Так, ищем, 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 ищем. Здесь, кстати, можно и титан собрать, и все остальное. Надеюсь, это не то место, где обитает большая страшная штука. А это то место! Нет, ребят, мы куда-то не туда завернули с вами изначально, походу. Окей. Буду искать дальше. Куда-то не туда завернули. Та штука, она вроде бы агрессивная, то есть к ней вообще подплывать близко нельзя. Здесь только скаты не агрессивные, и вот эти вот штуки. Вот эти вот непонятные угри прозрачные. Так, окей. Привет, скатик. Что-то непонятное мне здесь вообще происходит, по-моему. Мы куда-то не туда пришли изначально. Куда-то не туда пришли изначально, ребят. Нам нужно было в какую-то другую, видимо, яму. Но здесь других ям я-то я не вижу. Вот чем проблема. Может быть здесь есть другие входы? Смотрите, здесь тоже этот червь плавает. Да, мы куда-то вообще не туда пришли, походу, с вами. Здесь червя этого не было раньше. Он в другом месте плавал. Здесь, видимо, несколько входов в эту штуку. Видимо, несколько входов. Давайте искать правильный вход. Потому что иначе мы не придем до нужной точки. Так, где Дегази мой? Дегази здесь находятся. Мы вроде бы от него-то и шли. Куда именно? Тоже хороший вопрос. Неужели я куда-то сюда падал, в эту сторону? Опять не попал. Здесь тоже есть какой-то, видите, спуск. Не знаю, сюда я падал или сюда. Давайте проверим это. Нам нужно найти инопланетные штуки. Чтобы там же в этих инопланетных штуках использовать скрижали и открыть какие-то порталы либо просто что-то обезвредить типа нашей пушки, которая нам будет мешать взлетать. Так, это что такое? Кристалл нас урана. Собираем. Видите, большие залежи его. Что это сейчас было? Ты что на меня нападаешь-то? Сумасшедшие. Нападают просто так. Я ничего не делал, они все равно нападают. Кристалла нас урана у меня очень мало, поэтому давайте наберем сейчас. Но мне так же нужна серая. Нет, вперед, лево, право не получается, если зажимать. Нужно зажимать именно вперед, лево либо вперед, право. Тогда он будет быстро идти. Так, но мы куда-то все равно не туда приходим. Что-то, ребят, не то. Но то место, которое мы только что были, это тоже не то место. Так как вы-то меня задолбали? Сколько вас тут? Слишком много. Да я так сломаться могу, конечно. Это не то место. Это та самая яма, в которую я в прошлый раз не хотел прыгать. Потому что это не тот путь. Это явно не тот путь. Оп. Остановим. Выйдем. Ремонт. Добро пожаловать, капитан. Так. Вот плохо, что нету прямо стопроцентного указателя. Надо было, наверное, все-таки брать с собой маяки, чтобы понимать, куда дальше плыть потом. То есть, видите, это, конечно, проблема. То, что не знаешь, куда плыть. То есть, нам нужно к этой капсуле, но мы к ней подплыли, но куда-то не туда повернули. Какое-то не то место нашли. В итоге. Там, видимо, должна быть расщелина. Точно. Мы в прошлый раз пошли в расщелину, а сейчас мы пошли чисто по направлению к какому-то определенному. Точно, точно, точно. Именно так. Все именно так. Надо искать расщелину. Ну, сейчас эта фигня меня опять будет кусать. Нет, смотрите-ка. Не подплыла даже. Ну, все. Падаем. Падаем в этом направлении. Так. В общем, нужно упасть к этой капсуле и искать расщелину. Есть вход. Я видел то, что вход там есть. Да. Там есть вход в реку. Но нам не нужен этот вход. Нам нужен именно расщелина. В этой расщелине тоже будет какой-то проход. Вот она где-то здесь была расщелина. Если я не ошибаюсь. Вот сама капсула. Расщелина я не вижу. Нифига. Я раньше не видел этого червя здесь. Почему он здесь плавает? Он же раньше здесь не плавал. Он же плавал только в подземелье. What the fuck? Что происходит? А сейчас начал здесь плавать. И расщелин я никаких не вижу. Ой, сложно. Ой, сложно. Но с этим червяком нет смысла даже подходить к нему, потому что он меня уничтожит просто за несколько ударов. Если он сам ко мне, конечно, не подплывет. И уничтожит сам. Сложно и непонятно. Ладно, давайте спускаться. Может быть, по этим плитам пойдем? Смотрите, они даже светятся. Все, идем по ним, ладно. Без разницы. Куда придем, туда придем. Так. И где мы? Куда мы пришли? Я ничего не вижу. Включите мне свет. Я ничего не вижу. А что за фигня-то такая? Так и должно быть. Слишком темно. Так. Ну здесь еще одна такая же штука. Оп. Куда она дальше идет? Сюда? Весь этот уродец. А, вот. Вот какой-то вход. А ну-ка, поглядим. Опа-на. Вот мы пришли к какому-то ходу. То есть, я даже не знал, что здесь есть вход, ребята. Мы просто пришли на шару. И понятия не имею, какая здесь это используется. фиолетовая. Фиолетовая. Так, еще какая-то штука непонятная. Опять какие-то данные. На планете свечили еще бета. Ионный куб. Забираем. 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 Так. Идем дальше. Бежим, 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 бежим. Я даже не видел, на самом деле, этого входа раньше. Я вот не знаю, сколько нам нужно будет оранжевых скрижалей. Но, по сути, их нужно будет очень много. Вы сами подумаете. А как же здесь темно-то, пипец. То есть, нам даются ионные кубы. Для чего? Для того, чтобы я крафтил скрижалей, скорее всего. Потому что, для чего они еще могут даваться. Правильно. Так, ну. Будет восстанавливаться. Я не могу даже... Ладно. Окей. Ну, ходов здесь... А! Господи! Пошла в жопу. Она на меня нападает, ребят. Она чувствует присутствие ионных кубов у меня в инвентаре. Офигеть! Господи, ты боже мой! Чуть не наложил. Может быть, здесь разные спуски? Ладно, давайте просто пойдем. И, может быть, когда-нибудь что-нибудь найдем. Ну, просто такое ощущение, как будто раньше я был в одном месте, а сейчас я в другом месте. Офигеть! Офигеть! Не, не хочу я с ней даже связываться. И здесь какой-то путь есть. Мне атакует кто-то. Что им от меня надо? Я им что-то сделал плохого? А вы говорили, что они не агрессивные. Они агрессивные. То есть я просто близко к ним не подходил, видите? Допал жидкости, это без проблем. Готово. Так, туда мы ходили, значит, пойдем сейчас в другую сторону. Я просто тогда испугался идти, потому что здесь был червь. Я подумал, может быть, я куда-то не туда иду, раз здесь червь оказался. Так. Вон он, видите? Я не знаю, за сколько ударов он меня убьет. И вообще убьет ли? Может быть, он меня просто покусает и отпустит. Энергоячейка, видите? Потихоньку разряжается. Он идет прямо на меня. Жуткий, жуткий робот. Ой, робот. Червь. Все, да, конец. Дайди от меня. Кусается. Но не так уж сильно, как я думал изначально. Я застрял. Но сильнее, чем обычный укус другой рыбы. Обычный укус другой рыбы наносит 5 урона. Его укус наносит 9 урона. Но я все равно не понимаю, куда нужно идти. Ладно, давайте сюда пойдем, так уж и быть. У меня других вариантов просто нет. У меня больше ничего не остается. Полетели вниз. Еще ниже. Бэнк. Что это? Золото нам не нужно. Это что? Тоже золото. Давайте искать инопланетные места. Так уж и быть. Инопланетные места здесь есть. Но это то или не то, я понятия не имею. Видите? Какие-то колонны стоят. Эти колонны к чему-то ведут в итоге. Давайте к этим колоннам пойдем. А, вон. К чему-то привели. Они уже привели. А, это тот самый куб, ребята. Про этот куб-то я и вспоминал. И думал, как сюда можно попасть. Очень странно то, что... Мы вроде бы ходим в одно и то же место. А попадаем в разные места. Здесь есть вход. Я застреваю на каждом шагу. Меня это бесит. Вот он, вход. Зашли. Однорожная планета передачи языковых анализов. Решен осторожным внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Здесь находятся опасные формы жизни, ребята. И опасные материалы. Забираем ионный куб. Надо быть осторожным. Смотрите, здесь можешь зайти. Что скрижаль здесь требуется, интересно. Фиолетовый, окей. Опасные формы жизни какие-то находятся здесь. Давайте покушаем. И выпьем воды. Так. Нам нужно туда. И как раз таки там будут те самые опасные формы жизни. Это 100%. Мне кажется. Опа-на, там яйца. Ладно. Я бы взял это яйцо, конечно. Я так понимаю, кто-то вообще жуткий будет вылупляться. Вот формы скатов, тех, которые здесь существуют. Это, видимо, вулканичный скискад. Я таких и даже не видел еще. Мы до трой локации даже не доходили. Ой, жестко все. Так что, как будто за мной кто-то плавет. Видите это? Так, скатики. Ну, я никого не вижу пока. Кто бы мог представлять для меня опасность. Главное сейчас... Не умереть без кислорода. Немножко послеживать, конечно, за ним нужно. Но здесь ничего нету. Здесь был террариум, видимо, для этой пираньи гигантской. Смотрите. На части... А это как-то созданные существа. Или нет? Как будто конвейер. Ребят... Это роботы, что ли? Увидеть это. Биологический материал. Такое ощущение, как будто их собирали здесь. Страж. Это стражи какие-то. Увидите это? Жестко. Здесь больше ничего нету? Надо уплывать быстрее. Ну, вроде бы никого, ребят, на меня не напало. И он и куп... Пропустил. Кислород восстанавливаем. Неужели это какие-то роботы, которые защищают это место? Но они не похожи на роботов, если честно. Они похожи на существ. Или это совокупность и существа, и робота одновременно? То есть... Живое создание. Живое искусственно созданное... Создание. Интересно. Так, давайте еще здесь все облетаем. Может быть, я что-то потерял, что-то не нашел. Давайте еще сюда опять-таки залетим. Здесь вроде бы никого страшного нету. Говорили, что опасно. Здесь могут быть кто-то. Что-то никого нету. Смотрите. Провода всякие. Не знаю, либо это... Просто изучали этих существ. Одно из двух. Либо они здесь создавали. Как бы вот варианты. То есть... Разделывали вот так вот на части и изучали. Либо это части их для того, чтобы... Собрать. Сложно, сложно. Илонных кубов не вижу больше. Может быть здесь где-нибудь? Не, все. Ну, какой-то странный кубик. Довольно-таки маленький. По-своему этому. То есть, мало здесь чего есть. Я думаю, побольше найдем. Так. Здесь тоже ничего нет. Сколько у нас, кстати, скрижалей осталось? У нас больше нет фиолетовых скрижалей. Мы все потратили. Это жестко. Мы сюда можем заплыть. Здесь тоже ничего нет. Еще, я не знаю, что дальше делать. Лавовая локация у нас дальше идет. После этой локации. За деревом, как мне сказали. Мне сказали, что за деревом. Мы до дерева доходили. Вроде бы это было вне стрима. А точнее, вне записи. Также мы вчера доходили до какого-то места, в котором нужно было использовать фиолетовую скрижаль. Но я не знаю, как мы туда дошли. То есть, мы пришли в какое-то другое место изначально. Мы не были в той локации, в которой мы находились сейчас именно. В другой локации были. Сейчас нужно будет, наверное, вернуться, посмотреть. Так, подожди-ка, может быть, здесь что-нибудь есть? Давайте здесь еще полетаем немножко. Мы в лавовую локацию, я думаю, что нет смысла сейчас идти. Может быть, потом. И у нас, кстати, разряжается почти костюм. У нас 52% осталось. И там какой-то гигантский, опять-таки, червь летает. Еще новенький, походу. Да, таких у нас еще не было. А, нет, ладно, были. Он издалека оказался непрозрачным. Я спускаться ниже не буду, я не вижу смысла. Это, во-первых, опасно. Во-вторых, мы не за этим сюда пришли. Мы пришли сюда, чтобы открыть дверку с фиолетовой скрижалью. Где эта дверь находится, я что-то вообще понять не могу. Найти я ее что-то не смог. Куда-то не туда я плаваю, видимо. Что-то звуки. Ладно, давайте вернемся обратно. Может быть, там левее нужно было. Видите, я правее туда посмотрел. От того входа, в который мы зашли. А левее не смотрел. Может быть, левее нужно было. Так. Не попаду никуда. Окей. Все очень странно, все очень жестко и непонятно. Ну, вроде бы, выключать там больше нечего было в этом месте. В этом кубике. К сожалению. Потому что я думал, что мы здесь что-нибудь выключим, либо включим. Будут какие-то механизмы. А здесь ничего не было, видите. То есть, по сути, все кубики такие же. Но этот кубик имеет вход, заметьте. Этот кубик, в отличие от других кубиков, имеет вход. Он действительно... Показан этот вход. Может быть, просто остальные закрыты сами по себе изначально. Ну, ладно, разберемся. Давайте еще сюда слетаем. Эти уроды опять появляются. Инопланетные. Которых собирают постоянно. Либо, наоборот, изучают, я не знаю. Оп. Здесь ничего нет. Здесь есть кварц в огромном количестве. Нам он не особо нужен. Есть свинец. Свинец, кстати, давайте соберем. Ой, не то. Немножко свинца нам не помешает. Так. Немножко свинца никогда не было лишним. Так. Потому что там свинца у нас не особо много осталось, вы помните? А, в хранилище нет места. Ну, окей. Давайте выложим себе немножко. Поедим, пузыря съедим. И выпьем воды. Ведь на этот раз я подготовился. Не особо сильно, но подготовился. Так. Не то опять нажал. Забираем. И все, да? Здесь больше ничего нет. Ладно, пойдемте поищем то место, про которое я говорил. В которое я хотел зайти вчера, но специально не заходил, потому что хотел зайти на видео. Надо было оставить какой-то маяк, либо еще что-нибудь. Надеюсь, этого, видите, не сделать, если вы изначально не взяли с собой маяк. И сюда я пошел, видите, по колоннам. Там еще были проходы, в которые я не заходил. То есть можно было зайти туда. Вот здесь еще такой путь. Путь. Или мы здесь спустились. Тоже непонятно нифига. Нифига непонятно. Можно туда пройти, посмотреть, что там. На 46 энергии осталось всего лишь. Нет, давайте все-таки не будем рисковать. Давайте вернемся сюда. Так. Вот я бы серый по-насобирал, я не знаю, стоит ли. Серый нету. В таком виде. В виде сли... Как называется-то оно? В виде руды. Нужно собирать именно частями. Давайте выйдем отсюда. А! Слишком близко. Окей. Понял вас. Так, выйдем отсюда. Хранилище открываем. Забираем немножко у него ресурсов. Улучшение забираем. Получается, бур скидываем. А, куда я скину-то, да? Бур скидываем сюда. И сейчас будем собирать серу руками. У меня всего лишь три штуки на базе серы. Поэтому нужно как-то это дело регулировать. Вот она, серая. Готово. Вот еще серая. Просто вдруг мне понадобится серая что-нибудь крафтить, а у меня ее не будет. Хотя бы немножко сейчас соберем. Насколько есть возможности. Потом мне придется возвращаться сюда. Готово. Готово. Ой. Готово. Жалко, нельзя посмотреть отсюда. Сколько у меня места в инвентаре краба осталось. То есть нужно именно выходить и смотреть. Ну все, места больше нет. То есть не у меня в инвентаре нет места, не у краба тоже места нет. Такое ощущение, как будто я здесь не был. Я не помню этих костей. Нифига себе. Офигеть. Это что такое? прикольненько прикольненько чисто яма такая здесь какие-то непонятные шары находятся я не знаю даже понятия не имею что это может быть окей плывем дальше может быть просто по дороге мы сможем найти инопланетную ту самую дыру и заплывем туда по-быстрому пока что я не вижу никаких следов пещеры на планетных так ладно сюда забираемся знаете мы пришли откуда-то отсюда то есть пришли с одного места а появляемся в другом месте потому что я вроде бы здесь не был я жизни здесь был когда пытался найти место достали меня не такой те меня я слишком быстро я слишком проворен то есть в это к этой реке имеет не один путь и имеется не один проход и так понимаю к этой реке можно пройти вообще с разных точек вообще с разных то есть видите здесь какая-то пещера и вот эта пещера мне и нужно было а чё куда мы падаем ты там какая-то дыра вообще бездонная ведь ее жесть дыра офигеть нифига сего наносит урона кстати наглый засранец еще и нифига не видно вот чем проблема действительно нифига не видно так здесь какой-то подъем идет окей поднимаемся здесь мост какой-то или чё это балка какая-то видите ее что за балка интересно давайте-ка узнаем не это интересно как будто мост какой-то видите офигеть просто здесь только всего я офигеваю от этого здесь может что-то изучить фрагмент стекло очень шахты но мне изучен пипец какой-то я здесь раз десять бывал и до сих пор я нахожусь все новые новые какие-то вещи то есть я думаю что я хожу по одной тоже штуки они только внешне похоже в разных местах здесь находимся постоянно но не бей меня у меня энергии нету засранец ну вот мы в принципе и выходим отсюда вот мы вышли это все слишком жестко если честно ну этот наш поход с вами ни к чему принципе не привел нас правильно мы шли неправильно мы шли непонятно то есть мне нужно искать видимо место это самому уже за кадром а сейчас нужно возвращаться для того чтобы восстановить свою энергию очень проблема блин фиг знает фиг знает 30 у меня сейчас энергии то есть по сути я смогу дойти до базы но у меня еще есть она энергия чейка так что можно не париться эти кораллы нужны для кого-то крафта так что давайте их возьмем кстати ага это даже не кораллы они просто очень сильно похожи на кораллы которые нужны там для кого-то крафта я помню что там были какие-то похожие окей ладно я не знаю ребят какая-то серия просто путешественная получилось мы путешествовали по низу и все здесь очень много инопланетян понятно кгвп чего я в крабы не могу залезть до свидания неожиданно да квадратики это появляются так мы здесь были если мы здесь нет да господи сколько у вас смотри какие обломки я таких обломок не помню на самом деле обломков может быть мы здесь были но если лежит где-то кпк либо нет мы здесь были да потому что видите открыта эта штука здесь повсюду эти инопланетяне просто повсюду куда бы я ни пошел они везде есть жалко жалко ребят ну ладно за кадром уже получается найдем эти места не будем уже думать начинать записи или нет так подожди-ка что это такое какой-то еж ну все ладно ребят на этом я закончил надеюсь вам понравилось всегда обязательно ставьте лайк пишите комментарии не забываем подписаться в паблик контакте ссылки в описании и в шапке канала это была игра с обнатика спасибо всем за просмотр с вами был лекс и всем добра спасибо спасибо и и хотелось бы